Всем привет! С вами подкаст Young Warriors и с вами его ведущий Картавы Роман Белинский. Сегодня со мной в эфире блогеры Young Warriors, собственно, Иван Жаринов. Всем привет, слушатели. Руслан Рахимкулов. Добрый вечер. И Сергей Малошенко. И сегодня мы с вами поговорим о стартующих на следующей неделе Еврокубках. Лига Европы, Лига Чемпионов, перспективы различных команд, в том числе и российских, в этих турнирах. Что ж, поехали. Так, начнем мы, собственно, с Лиги Европы, наверное, да, ребят? И, точнее говоря, с российских клубов. Вот, например, Фенер Барчелл и Комотив. Что вы можете сказать по поводу того, кто, на ваш взгляд, является фаворитом данной пары? Фенер. Да, я согласен, пожалуй. Сергей. Ну, слушай, ну, скорее всего, если бы месяца три назад спросили, то, может, на Локомотив еще поставил. Но так как неясо продали, наверное, все-таки Фенер. А там же кого-нибудь ему на замену купят. Там же говорят Маканжо, еще кто-то. Ну, еще пусть играет этот черный. Хенти. Не знаю, правильно я произнес ударение. Меня сейчас там зачморяют в комментариях. Ну, да ладно. А вот я считаю все-таки, что у Комотива неплохие шансы. Потому что по той же Лиге Европы я наблюдал матчи внимательно в Фенер Барче, потому что он был в одной группе Саяксов. Так вот, очень уныло себя показывали турки, несмотря на именитый коллектив. Там Нани, Ван Перси и прочее, и прочее. Но очень блекло выглядели. Не оправдали они откровенно ожидания. Еле выпозли группы. Бруно Алвиша забыл. Прости, что перепил. Кого-кого? Бруно Алвиша. Да, и ему тоже. Ну, вот я как раз думаю, что трешку с Бруно Алвишем могут отгрузить. Ну, так вот, что еще по Фенер Барче? Говорю... Слушай, Рома, а первую игру где играют? А первую игру, так-так-так, по-моему... Первую игру в Турции. Да, в Турции. Ну, по первой игре надо, конечно, относиться. Если там Локомотив нормально сыграет, то уже будет попроще. Ну, фиг его знают. Я не знаю, по поводу нападающего, что они будут делать. У них же вообще нет никого. То есть, по сути дела, кроме Ниаса, не было. То есть, по сути, там будут сыграть только Шкулетич. И то, я не знаю, сколько он в этом году. А Дим Косычев уже все? Ушел? Ну, тогда все, без шансов. Это сто процентов. Ну, вот по поводу той группы я еще расскажу. Мельде заслуженно занял первое место. Потому что Фенер Барче еле выполз. Я вот по тем же матчам с Аяксом служу. Очень блекло выглядели команды. Только спасло Фенер Барче то обстоятельство, что Аякс выглядел еще хуже. Поэтому только это и позволило им выйти из группы. Ну, а Селтик в последнее время вообще печальное зрелище. Срыв он нам Дейл и представляет. Поэтому не знаю. В целом, я вот такой прогноз сделал, что у Комотива хорошие шансы. Если вы так настроены в пользу турецкой команды, то тогда 60 на 40 в пользу турков. Не так все? Да. Так все очевидно. 65 на 35. Что у нас в следующем идет из российских рубл? Собственно, одна команда это Краснодар. Пражская парта. Кто-нибудь следил за парашкой с партой? Ну-ка, честно, признавайтесь. Нет. Конечно же, каждый день. Кстати, сейчас у Канареек, кто не помнит это прозвище, Фенер Барче, небольшой спад. В последних четырех матчах всего одна победа. Посмотрим, как они сыграют с Косым Пашой. Будет видно. Слушай, а у них кто-то уходил? Там же говорят, турки бежали в Китай. Кого-нибудь у них покупали? А про Фенер Барче вот Нани хотели купить, я помню. Ну, а они хотели в Китай, да. А он отказался, сказал, что... И на него даже жена очень сильно разозлилась, он отказался. Сказал, что не уйдет из Фенер Барче, пока не сделает его чемпионат в Курции. И так и остался на 10 лет. Они же только ММН-Ники. Да, на него жена разозлилась, забрала двоих детей и уехала из Стамбула. Закончили с локомотивом, приходим к Краснодару. Что можно сказать по поводу чешской команды. По чемпионату, я так смотрю, они идут, шли, вернее, ударными темпами. Но преимущества в виде, допустим, продолжающегося первенства чешского у них нет. То есть они будут точно в таком состоянии после зимних сборов, как и Краснодар. Потому что в Чехии тоже была пауза. И вот сейчас, только 13 числа, возобновляется чемпионат. А по составу, в целом, Краснодар, я думаю, вы не будете спорить, что выглядит серьезнее. Да нет, конечно, тут Краснодар, думаю, должен проходить. Чехов в следующей стадии, думаю, процентов 7. Слушай, буквально 2 копейки унесу. Я, конечно, не спорю, да, Краснодар явно сильнее спарты. Но мы помним все отборочные и как играли чехи. Насколько я помню, в спарте несколько таких чехов есть, которые сборники. И они, насколько я помню, неплохо прошли группу. Вот сейчас в Лиге Европы. Ну, а ты хочешь сказать, что сборная Чехии сейчас представляет очень что-то интересное? Ну, они заняли второе место. Они не догнали только исландцев, в принципе. Ну, по поводу того, что они вынесли голландцев, это ладно, это... Ну, Голландию не пинал, в этом розыгрыше только ленивые. То есть Казахстан и Уатвия. По сути. Остальные все над ней потешали. Кстати, подождите, а в том же году или когда, или нет, 2 года назад, ЦСКА из группы, даже то, что не вышло, как раз Лига Европы, отпустил Спарту, как раз. Нет, это ты ошибаешься. Но Виктория Пульзинь. Ой, Пульзинь, точно, точно. Да-да-да. Ее, кстати, сейчас, как я помню, в Еврокубках нету. По крайней мере, в статье плей-офф. В общем и целом, что скажем по Краснодару? Да-да-да? Да, Краснодару поварить. В пражской Спарте нет-нет-нет. Итак, собственно, российские клубы у нас так быстро и завершились. Да, дорогие слушатели, не будем мы сегодня особо растекаться мыслью по древу. Особо мы не готовились, поэтому у нас своеобразный Экспром. Надеюсь, вы за это нас ругать не будете. У нас банальные посиделки на кухне. Диванная аналитика. Что ж, перейдем к другим наиболее ярким парам в Лиге Европы, думаю, да? Прежде чем начать свой разговор о Лиге Чемпионов. Да-да-да, давайте начнем. Манчестер Унайтед. Конечно, пара с Митю Вандом не такая яркая, но сама франшиза, так скажем, Манчестер Унайтед, она привлекает большое внимание. Я, кстати, смотрел... Давайте сейчас будем обсуждать пару Ман Юнайтед Митилан или что-то. Кстати, я могу сказать пару слов по Митилану, просто потому что Саут Гэмптон с ними играл. И я сел в лужу. Да, и благополучно. Сел в лужу, да, правильно ты сказал. Тут все дело в том, что они умеют очень грамотно, вязко обороняться. Тут, мне кажется, особенно в гостях это будет владеть... Просто любимая песня Ван Галла под названием «Мы доминировали». Это здесь будет 100%, потому что там я предсказываю владение за 70% мячом, это будет 100% у Манчестера. И, ну, правильные должны проходить такой клуб, чисто за счет своего класса. Но команда не то что даст прикурить, нет, она очень хорошо обороняется, конечно, очень вязко так. Поэтому Манчестеру так просто взломать, думаю, ее не будет. Ну, может, одна нулевая ничья будет за противостояние. Да, да, за противостояние. Мы доминировали, но, к сожалению, не закрыли калитку на свой задний двор. Надеюсь, такого Ван Галла в итоге не скажет. Собственно, Руслан, какие у тебя мысли по поводу исхода этого противостояния? Это очевидно, я не знаю, зачем это обсуждать. Можно было оставить за скобками противостояния. Ну, а как мне поговорить о любимом нами Манчестере? Ну, не в контексте Митюана, извиняюсь. То есть, безоговорочно, 99-9 десятых на то, что манкунянцы проходят дальше. Ну да, даже если выставят какой-нибудь дублирующий состав со всякими пирейрами. С депаями, янузаями. Хорошо. Тогда переходим... Ребят, буквально прям две копейки брошу про Манчестер, да и вообще, в принципе, про все английские клубы. Мне кажется, на самом деле, то, что Манчестер, ну, возможно, спорное утверждение, но один из главных претендентов на Лигу Европы. Объясню, почему. Не только он, в принципе, и Ливерпуль, и Тоттенхем. Учитывая сейчас, что творится в Англии, я думаю, тому же Ливерпулю и Манчестеру, они понимают, что могут четверку не зацепиться. А Лига Европы дает прямое место. Тот же Тоттенхем понимает, займет он четвертое место, какой-нибудь Манчестер выиграет, и опять у них отберут путем. Я думаю, на Лигу Европу... Я не согласен. Тоттенхем нацелился на чемпионство, и ему выгоднее будет вообще слиться. Ну вот, кстати, я хотел перейти к паре Ферентино Тоттенхем. Раз Руслану взял слово, то он и продолжит. Пожалуйста. Ну вот, как бы, я уже начал мысль, что Тоттенхем может сыграть пол ноги, и посмотреть, что из этого получится, и наплевать, собственно, в какой-то степени на исход. К тому же, соперник-то довольно-таки, ну, сильный. Да, усилился еще зимой. Поэтому и такому сопернику, в принципе, и проиграть не стыдно, если серьезно говорить. Да, кстати, здесь я согласен, потому что, да, Тоттенхему сейчас гораздо более выгодно попытаться впервые за многие годы хотя бы финишировать выше Арсенала. Есть такая реальная возможность в этом сезоне. Да, чтобы День святого Тоттенхема, наконец-то, не состоялся. А учитывая, что Фиорентино, понятно, что она тоже борется сейчас, в первую очередь, за третье лигочемпионское место. Потому что, конечно, наверняка, Наполи и Ювентус разыграют между собой Скудетто. Но вот, да, тут, пожалуй, чисто в плане мотивации Фиорентино оно как-то выгоднее. Крайне мере, сейчас. В общем и целом, к чему мы приходим? Фиорентино фаворит. Да, Фиорентино фаворит в этой паре. А мы переходим к Боруссии и Порту. По-моему, очень яркая пара. Вполне достойная даже финала Лиги Европы. Но, к сожалению, им суждено было встретиться уже на стадии 1-16 финала. Итак, кто фаворит? Есть тут вообще можно выделить кого-то фаворита? Нет, скорее всего нет. Лопетеги. Кто там сейчас, кстати, в Порту вместо Лопетеги-то, Господи? Пезейру. Отлично. По сути, им сейчас нужно... Ничего эта фамилия нам не говорит, в отличие от многочисленных любителей португальского футбола, которые сейчас нас зачмырят. Тут все дело в том, что им будут включиться обратно в чемпионскую гонку, но у них уже 6 очков отставания. Да, от спортинга и бенфики. Да, поэтому у них сейчас тут все не так весело. И с другой стороны Боруссии тоже гнаться за Баварией особого смысла нет. Тут как раз и можно, в принципе, строить такую боевую перестрелку с шансами 50 на 50. Я вообще не помню, а как Боруссия умудрилась вылететь из Лиги Чемпионов? Она же ведь там. Ее там не было? Вот я проспал-то все. Молодец. Она аж финишировала. Она в конце год назад. А, точно, да. Год назад шла чуть ли-чуть ли не в зоне вылетка. Да, в прошлый сезон же последний клоповский. Точно. Я и забыл как-то уже. Тухель сумел погасить эти болезненные воспоминания в моей памяти. Ну так что? Кто еще выскажется по поводу Боруссии и Порту? Боруссия, Порту, ну, если честно, Порту я вообще не понимаю. Я вот посмотрел, мне было интересно, и я следил за противостоянием именно Челсии и Порту. И я не очень понимаю, как Порту умудрилась к концу группового этапа просто упустить место. Динамор. Да, вообще не понимаю, честно. Вот. Порту обязан был вообще проходить дальше в 1-8. Там оставлять кого-нибудь за бортом, либо Челси, либо Динамо. Поэтому... Видно не судьба, видно не судьба. Ну, не знаю, может что-то они растеряли. Но вообще команда очень хорошо играет, очень крепкая. И Челси они дали прикурить. Достойная аналитика Труслана Рохинько. Там же еще Кассилис ошибался, насколько... Кто? Кассилис же в Порту еще ошибался. Да, его порой чехвостят в болельщике драконов. Есть такое. Кассилис уже не торт, это да. Хотя в последнем матче он тащил, насколько я помню. Он стал вратарем настроения, я так понимаю. Вот тем самым, который... Бразильским вратарем. Да. Немного поглумились над легендой мирового футбола. Передаю слово Сергею. Какие у тебя мысли есть? Слушай, ну я прям даже не знаю, кого выделить. Но мне кажется, все-таки Порту это больше команда, ну вот, Еврокубков Лиги Европы. Ну это вообще их не турнир, по сути. Я думаю, они будут, как всегда, ставить на максимум, чтобы потом кого-нибудь продать. Сливать они его не будут. А Дортмунд... Я не знаю, игра была равна, играли два хороших клуба. Ставлю на Порту 55-45. Я не очень большой знаток Бундеслиги, хочу сказать. Но вот те результаты, которые показывает Боруссия, они, конечно, впечатляют. Абамиян какой-то сумасшедший. Ты его справку, что ли, о психическом состоянии видел, чтобы так было? В общем, не знаю. Все равно складывается впечатление, что Боруссия хаворит. Так, форма после зимнего перерыва у команды хорошая. Только нулевая ничья с Гертой, которая, я так понимаю, выбивается из общего ряда. Хотя Герта сейчас идет по Бундеслиге на такой крейсерской скорости. Чуть ли не в зоне, насколько я помню, Лиги Чемпионов. Поэтому не стыдно сыграть с этой командой в ничью. Мое личное мнение, что Боруссия пройдет дальше. Потому что у Порту все-таки имеется в наличии некий кризис. Новый тренер. Проблемы с игрой, что показал минувший уикенд. Матч с Арукой, когда они продули ей. Два раза по ходу матча, включив дырявый режим. Не все согласен, так очевидно, со стабильной игрой голкипера в лице некогда великого и ужасного Икера Касилиса. Поэтому да, в общем и целом вердикт наш, что Боруссия проходит дальше. Ну, а мы тоже следуем только вперед. Последняя, нет, нет, не последняя все-таки пара подробная. Может лучше этот, Наполи с Вильяреалом? Ну, а что? Думал, лично я думаю, что без шансов для Вильяреал. А ты вспомни, смотри, Наполи же с Кудетта сейчас самый главный. На кой чарт это Лига Европы? Тем более, смотри, смотри, в эти же выходные они с Ювентусом играют. Явно выложатся на полную. И как после этого, тем более, посмотреть? Если они уйдут в отрыв, я на 100% уверен, что они будут играть в ТВ. Ты видел составы итальянских команд? У них там 30 футболистов. Нет, ну это понятно, но не все они из них, не все 30 основные, согласись. А тогда будем отталкиваться от Вильяреала. Кто что может сказать по этой команде? Каковы их? Команда-то в этом сезоне очень неплохо выглядит. Ну так, она идет сейчас на четвертом месте. Да, в последнее время маленько сбавила, но извините, у нее отрыв от Севильи в 8 очков. Извините. И команда-то здесь на здорово выглядит. И не все так просто. И все так однозначно, на мой взгляд, в этой паре. Лично я бы вообще поставил на проход Вильяреала. Им это больше. Ну, с другой стороны, как им нужно? Так-то, если задуматься, Лига Европы ни одной из команд не нужна. То есть, будут всяческие, на твой взгляд, они отнекиваться, мол, на, на, свою Лигу Европу подавите. В принципе, да. Будут. Нет, нет, не отрицаю такого варианта, что вполне возможно, скажем, Наполи выставляет полностью второй состав. Вильяреал, ну, у нее явно скамейки-то поуже выставит, скажем, условно, полуторный состав. И будут, да, там, минимальная победа одной и, там, голевая ничья, как-то уныло запросто. Представляю эту драматическую, уникальную развязку, когда в конце матча второго, при равном счете, чтобы не играть дополнительное время, команды начинают забивать автоголы в ворота друг к другу, и кто больше забьет. Только в ударе в ворота сами себя, а не друг друга. Ну да, в принципе, нет, у меня такое ощущение, что сейчас обе команды слишком, то есть тут два варианта. Или очень веселая перестрелка, которая будет просто плевать на результат, или же... Наполи-то может устроить. Да, 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 очень, вполне возможно, то есть обеим командам Лиги Европы не нужна, вот честно так сказать. Потому что Вильяреал, я думаю, будет пытаться по максимуму держаться в Лиге чемпионов, благо возможности есть. Наполи совершенно это не нужно. Ребят, извиняюсь, а что теперь, не только англичане сливают Лигу Европы теперь? Ну итальянцы... Это не только их прерогатива. Итальянцы, итальянцы, тоже обожают. Да? Обожают просто. Да. Я просто на самом деле только думал, что англичане этим занимаются. Глебом не корми, дай слиться с Лиги Европы. Нет, запросто, запросто. Слушай, ну Наполи же в прошлом году до полуфинала доходил. Им и не нужно было в прошлом году. А так у них не было... Ну как? Не было вариантов. Все остальные слились. Да, не то чтобы, скорее... Притязаний не было чемпионских. Действительно, да, турнирных задач особых не было. И вполне можно было играть на два фронта. А здесь, я думаю, пройдут, если несколько... Скажем, если не будет реальности уже борьбы за чемпионство через, скажем, два месяца. И при этом как-то Наполи хитрится доползти, скажем, до четвертьфинала. И внезапно у него не пойдут дела в чемпионате. Это вполне возможно, что они переключатся на Лигу Европы. Другой вопрос, ну, как бы, сейчас пока к этому-то не идет. Не идет, идет, идет. Ну, а мы идем. Переходим к Блицу. То есть быстренько по остальным парам. Буквально минута на каждого. И то выйдет, наверное, минут 10. Ну ладно. Сент-Этьен Базель. Есть у кого что сказать? Марка сегодня нет. Марк променял нас. Слушай, ну он бы там, наверное, загнул бы речь про Сан-Этьена. Да, и на полчаса, и мы бы... Заснули. Да. Ну ладно. Короче, скажу так. Я делаю видюху про Сан-Этьена парня одного. Они выйдут. Там реклама. Я тоже. Я, кстати, того же мнения. Вполне возможно. А какое мнение? Я пока ржал, я прослушал ваше мнение. Вообще неинтересно. Короче, Сион чемпион. Для приличия. Чего еще раз? Марк Сион чемпион. Кто чемпион? Все, поехали дальше. Кто чемпион-то? Марк. Сион. Сион. Слушай, а правда, давай подведем итоги, кто на кого ставит фаворита. И все, в принципе, закончилось. Не, мы пробежимся быстренько. Давайте просто рандомно раскидаем. Сент-Этьен круче, потому что он из Франции. Мы за Марка. Все ради Марка, короче. Да. Сивилия Мельда. Сивилия, Сивилия. Да, Мельда, конечно, был в хорошей группе. Но объективно 1 в 16 еврокубках это их предел. К тому же сейчас перерыв в чемпионате, это не в их пользу. Аугсбург, Ливерпуль. Вот сейчас Руслан начнет про Ливерпуль, наверняка, заливать. Про Ливерпуль? Про Ливерпуль? Ну, что Ливерпуль? Ливерпуль проблемный, очень проблемный. Бинюле? Сика проблемный. Ну, не знаю, что им ожидать. Аугсбург как играет? Я просто не знаю про Аугсбург. Аугсбург не очень. Короче, они в прошлом году хорошо забрались вместо на пятое. А в этом году летят внизу. Тогда будет битва инвалидов. Ну, потому что Ливерпуль... Я чувствую, комментарии у нас будут. Ливерпуль, кстати, так как они уже не имеют никаких турнирных задач, по сути. Они максимум, на что будут претендовать, это место в Лиге Европы. Кому нужно это место в Лиге Европы? Да никому вообще. И, собственно, они будут по максимуму выжимать все остальные турниры. У них остался Кубок Лиги, финал Кубка Лиги против Манчестер-Сити. Но он тоже дает только право участвовать в Лиге Европы. Да, но не суть. Все дороги ведут в Лиге Европы. Почему? Если они выиграют вдруг Лигу Европы... Слушай, парни, о чем я и говорил. Игличские команды будут делать на Лигу Европы. Вот у нас местный гений. Говорю, Манчестер и Ливерпуль, это как минимум. А Тоттенхем... Ну, Тоттенхем опасается опять занять четвертое место. Кто-то выиграет из английских клубов Лигу Европы, и у них заберут это место. Потому что они тут же, скорее всего, будут... Ну, Тоттенхем ничего сейчас не опасается занять. Они сейчас чемпионство на чемпионство метят. Какой им, блин, этот фильм разводишь? Сейчас вы еще подеритесь. Чтобы у нас было больше прослушиваний. Давайте, ребят. Серьезно, с такими инвалидными Манчестер-Сити какое-то там четвертое место. Все, теперь на нас ополчились и поклонники творчества Ея Туре. Вот у меня последний вопрос перед тем, как пошлепаем дальше. Чего так меня или критикуют? Я не очень слежу за этим. Чего я его так критикую? Ну, посмотри, нарезки, блин, хотя бы. Что, он шикарно играет? Лучше косилиса. Сколько я помню... Погоди, погоди. Несколько я помню, в 23 из 26 матчей, как-то так примерно, не буду утверждать конкретно эти цифры, но суть такова, что в 95% случаев Ливерпуль пропускают чуть ли не первым ударом створ. Да, да, первый удар створ. Это круто? То есть Миньелле в это время еще в раздевалке? Да, он стоит там, видел, покуривает спокойно. Как мешок? Мне пропустили. С картошкой, ладно, смерчу. Ну, плохая игра на выходах. По поводу Ливерпуля, я, знаешь, чего удивляюсь? У них же был Пепперейна. Они купили Миньелле и его продали. Зачем? Пепперейна, потому что старый был. Он тоже не очень, по-моему. Сейчас в Наполе, мне кажется, ничего не... Ну, Пепперейна хотя бы опыт. Да, у него же опыта больше. Вот, это у него не отняется. Вот. И Пепперейна однозначно сейчас был бы лучшим вариантом, чем Миньелле. Ну, кто знал, на самом деле. Я помню, Адама Богдана пробовали, но он не лучше. Богдан еще хуже, чем Миньелле. Так вот, я что хочу сказать. На самом деле, братарская линия в Ливерпуле, там проблема такая очень системная. Она больше имеет отношение ко всей команде. Потому что в том сезоне, когда Ливерпуль гнался к своему чемпионству, там за долгие годы первому, но так и не смог, посхользнулся в конце. Тогда насчет Миньелле никаких жалоб не было. Все были довольны. Все уже грезили чемпионством. И, собственно, то, что они его упустили, не думаю, что это вина Миньелле. В общем, я считаю, что нужно для начала попробовать исправить там более какие-то глобальные вещи в Ливерпуле. Кстати, не будем забывать, что у Ливерпуля тренер-то немец. Он хорошо знает. В принципе, не поменялись немцы за этот год. Даже хуже стали, поэтому фаворитом все-таки, несмотря на хромоту на обе ноги, будет считать Ливерпуль. Тут, скорее всего, Ливерпуль. В общем, перестанем солить Мерсайд. Хорошо, присоединиться. Сьон Брага. Вот тут мы быстренько сейчас. Брага. Отлично. Дальше. Сьон. Кто сказал Сьон? Я сказал Сьон. Зачем ты это сделал? Кто сказал Мяу? Поехали дальше. Митрюшкина не будет, значит, все, не пройдет дальше Сьон. Потому что Сьон сейчас хотел сказать грубо, но не на самых передовых позициях в чемпионате в Швейцарии. Давай грубо, но быстрее, я тебя прошу. Дальше. Все. Сказал более-менее дипломатично. Спортинг Байер. Вот тут интересно, кстати. Интересно. Байер. Байер. Спортинг. Спортинг сейчас лидер чемпионата. Байер. А у Байера. А у Байера. А у Байера. Байер, 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 Байер. Байера чечериты есть. О, что? Это как во Мстителях. У меня есть армия, у нас есть травма. Ребят, 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 у него травма же. Все, Спортинг. Все съел там? Кто там сказал, а? А что на вкус? Подожди, у него травма? Да ладно? Насколько? Когда? Вот буквально, по-моему, выходные я получил. Насколько? Не помню, надо потру ездить. Все, перебегайте ко мне на сторону, быстро. Та-дам. Та-дам. Та-да-та-дам. Пока музыка фонула. Та-дам. Та-дам. Та-да-та-дам. На связи с пиратом. Осталось 10 минут. Оставайтесь на линии. Та-дам. Та-дам. Та-да-та-дам. У него травма ягодичной мышцы. Ну, на самом деле, блин, не знаю, но раз мышца, то это, наверное, удобно. Это серьезная, притом ягодичная мышца. Кали бедро, кстати. Ну, короче, не будет его, да, я так понимаю? В первом матче я почти уверен, что его не будет. Тогда фаворит Спортинг. А я, кстати, понял, наверное, почему он так хорошо играет с Чирита. Его Роджер Смит просто, ой, Шмит, просто пинками под зад гоняет. Вот отсюда и причины травмы ягодичной мышцы. Переусердство. Что касается этой пары, я... Все, больше нет ни у кого комментариев? Спортинг фаворит. Отлично. Спортингу сейчас надо за чемпионство бороться, а не с Байером тягаться в Лиге Европы. Все равно Спортинг фаворит. Не знаю, тут еще вопрос в амбициях Жезуша, потому что у него был один или два даже упущенных финалах болезненных, поэтому я думаю, для него это вопрос принципиальный взять Еврокубок все-таки когда-нибудь. Притом он, его команда очень хорошо в этом сезоне идет, новая команда. Поэтому я, кстати, вот в этой паре поставлю на Спортинг, потому что Байерс в этом сезоне лихорадит периодически. Поэтому да, португальцы. Поехали дальше. Битва двух спящих, вернее уже даже не знаю, как назвать. Некогда гигантов. Андерлехт Олимпиакос. Слушай, ну после спящих я ждал Марсель. А почему? А! По аналогии с Марком. О, это очень тонкий тронинг. Так что мы скажем по поводу Бельгии? Слушай, ну по поводу Андерлехт Олимпиакос. Первый матч они проходят в Бельгии, второй будет в Греции, значит Олимпиакос. Олимпиакос, Олимпиакос, конечно. Без разговоров. Там же, подождите, в Олимпиакосе же этот играет, насколько я помню, Димитар. Нет, Димитар играет в паут. А, все, точно, извиняюсь. Уже не так ты уверен? Вырежьте, пожалуйста. Нет, мы оставим это. Так что в итоге? Олимпиакос? Да, Олимпиакос. Все, курим кокос, Олимпиакос. Следующая пара очень интересная. Валенсия Рапид. И ключевой вопрос, дискуссионный, кто будет тренером Валенсии в этом матче? Ну, до 18-го явно будет Невил. Да, вот посмотрим после матча чемпионата, что произойдет. Потому что там сходят слухи, что его отправят по рейсу Валенсия в Лондон. Ну, правильно сделают. Я уеду жить в Лондон. Ну, Валенсия, что? Я бы сказал, что я вернусь жить в Лондон. Она в любом случае будет не той Валенсии, которую мы знаем. Ну, я имею в виду в паре... Она даже будет не той Валенсии, которую мы знали при Кумене, мне кажется. В общем и целом, даже я не знаю, что... Черышев, может, спасет ее. Хотя до этого что-то он не спасал. Про Рапид я не знаю. А Рапид, вот, я хорошо знаю эту команду. Опять же, потому что они дали болезненных люлей моему любимому амстердамскому Аяксу. А, ну раз дали люлей Аякс, значит, что там? Ну и в группе они тоже неплохо, очень даже неплохо выглядели. Правда, там, насколько я помню, проблемы то ли с травмами, то ли кого-то раскупили. Да и в чемпионате у них тоже борьба, кстати, за чемпионство идет вместе с Авустрией и Рэдбулом в Зальспорте. Поэтому... Ну, хотя я не думаю, что австрийцы такими будут борзыми, чтобы разменивать Еврокубки на... Конечно нет, конечно нет. Я все-таки поставлю даже на Рапид. Мне бы очень хотелось, чтобы они, как и Днепр, который в прошлом году также очень доставил Батхёрта амстердамским болельщикам, и не только, чтобы они тоже прошли как можно дальше. Поэтому я за Рапид. Калатасарай и Лацо. Тоже два сбитых летчика, так я их назову. Какие, Дума? Ровная пара, очень ровная, не знаю. Собственно, Лацо не очень хорошо идет по нынешнему первенству в серии А. Калатасарай тоже испытывают проблемы. Они выползли на третье место, но отрыв, отставание, вернее, от Бешикташи и Фенарбахче достаточно солидное. Тренера, походу, чемпионата меняли. Проблем хватает, поэтому 55 на 45 в пользу итальянцев. Потому что итальянцам, я так понимаю, Лацоалин ловить-то нечего в этом сезоне. Им бы... Особо и Галатасарай это тоже. Кстати, ну третий вопрос, что да, у Галатасарая хороший, скажем так, ран в последних матчах. Хороший хорума, в принципе. То есть ты все-таки считаешь, что турки? Не знаю. Я чуть больше склоняюсь к ним, нечего сказать им, он сильно очень ровно. Руслан? Ровная пара, по-сердным писать, я сказал. Слушай, парни, ну а я поставлю, наверное, на Лацо. Они... Ну, в принципе, мне команда симпатична. Там собирают а-ля молодых игроков, их пытаются раскручивать и как можно дороже задавать. Особенно мне нравится такой молодой игрок, как Мирослав Клозе. Очень подожди. Не, ну смотри, Филипп Андерсон там... Ну да, наверняка скоро уйдет. Ты должен знать, там есть Кишна, который из Лацо. Это который говорил, что Франк Дебур кидал ему манишки как собаке. Я не верю в Кишну, если честно. Поэтому на него бы я... Слушай, ну скажу так, они... На нем внимание акцентировать не стал. Да-да-да. Они вышли с первого места в группе, где был Сан-Интиен. Так что я поставлю на них. Итак, последняя пара, которая нас интересует, это Марсель и Атлетик из Бильбао. Марсель. Даже не знаю, да, кого? На Абум чисто. Ну если на Абум, тогда пускай Бильбао по старым заслугам. Каким таким образом? Марселю сейчас нужно выбираться в Лиге 1. Они там на шестом вроде месте. Им хотя бы там, я не знаю, за Лигу Европы надо цепляться. Ну или за Лигу чемпионов. Они сейчас будут на чемпионат. Походу, у меня Марк сидится. Я думаю, что Марсель будет делать ставку на чемпионат. Потому что они, говорю, очень низко сейчас идут. А где логика? Да-да. Смотрите, парни. Сейчас Марсель находится на шестом месте. У них плотность в Лиге 1, как нам рассказывали, очень высока. То есть там, в принципе, выиграл 1-2 матча, и ты уже поднимаешься на строчке 2-3. Плюс тот же Анжес стал сливать. То есть, по сути дела, Марсель по силам занять второе и третье место. Потому что, я думаю, Лига Европы им сейчас не так особо нужна. Атлетик Бильбао, ну... Атлетик Бильбао уйдет в середине. Их, в принципе, ну... Они выйдут, наверное, полупокерным составом. Ну, то есть, чуть-чуть потасует, но, в принципе, будет основа. Думаю, я думаю, Бильбао пройдет. А я не вижу, за счет чего Бильбао так легко пройдет. Да, Бильбао пройдет. Слушай, но я не сказал, что легко, я... Марсель. А потому что они тоже... Я не понял, Ром, ты про кого сейчас говоришь? Кто пройдет? Кого пройдет? Я вот такую конструкцию выдал. Атлетик пройдет Бильбао. Но на самом деле я имел в виду, что Атлетик пройдет Марсель. Атлетик пройдет Марсель? Нет, не пройдет. А, не пройдет. Легко, потому что... Не пройдет легко. Стаааа! Потому что они сами по примере идут ни шатка, ни валка. Ну, я хочу сказать, что Атлетик, мне кажется, это та команда, которая, как бы, когда надо, она может выдать хороший матч на характере просто. Они это могут. Вот. А Марсель, значит... Марсель, о чем я хочу сказать, недавно смотрел игру с ПСЖ, специально сел, мне стало интересно. Но я не понял, либо это Марсель играл так неплохо, либо это ПСЖ играл в пол... Не знаю, в четверть... Полу Барагимовича. В четверть ноги, да, в четверть ноги Барагимовича. Не знаю, но Марсель выглядел довольно-таки хорошо. Достойно. И владел. У них же еще есть такие добротные новички, как Флетчер и Тавен. Это сейчас такой был тончайший стеб. Жаль, что от МВИРа... Комарка нету. Ну, в общем, не знаю. Хорошая пара интересная. Ну, а я с тобой... Тавен и Флетчер? Да, именно они хорошая пара. Нет, лично мне кажется, ну, пара очень ровная. Я все же... Пара очень ровная. Но мне кажется, таки Атлетик пройдет. Лично-то мое такое... Атлетик, я тоже на Атлетик. Переходим к Лиге Чемпионов. Итак, друзья, вторая часть подкаста, наконец-то, началась. И мы обсуждаем грядущие матчи одной восьмой Лиги Чемпионов. И начнем мы с парой, в которой засветилась российская команда. А именно, Зенит Бенфика. Ну, лично мне такое ощущение, что Зенит должен выходить. Не без трудностей, конечно. Тут, скажем, ранний гол Бенфики, тьфу-тьфу, может очень сильно спутать, скажем, карты питерцам. Но сейчас как-то по предпочтительной очередной высоте выглядит российская команда. Крайне мере, одну восьмой должны проходить. А что там за история, что Гайтана и еще кого-то из футболистов Бенфики Зенит может выкупить? Уже не может. У них было право приоритетное выкупать за установленную сумму. Но оно закончилось уже как пару лет назад. А, то есть я прослупочил на целый год и два. Да, ты опять проспал. Ты опять проспал, все верно. Понятненько. А как думаете, Кокорин, Жирков, Маурисию, по-моему, не включали в заявку, да? А что не включали? Слушай, ну Маурисию, я думаю, они чемпианта брали, чтобы отдыхал Хави Гарсия и Витс. Он им будет массажик делать, стоп. Шутки, Рома, восхитительные. Я знаю, я прямо буду собирать кучу лайков, я думал, кучу плюсов. А Кокорин, Жирков, Маурисию, если он включен в заявку, помогут Зениту пройти дальше? Ну, а почему нет? Не, на самом деле не помогут. Не, серьезно, Кокорин и Жирков это не те люди, которые будут помогать Зениту проходить Бенфику. Да ладно, а как же наше все Кокорин? Да ну... Ну, это наше все, но не... Но не Лига Чемпионская, да. Слушай, ребят, про него лично весь шат, в принципе, сказал. Кто? Шат, не видели эту штуку? А, типа... Да-да-да. Чего там это? Как будто Криштиан приехал. А, точно. Чего? Ну, да-да. Кто ставит на Зенит? Я ставлю на Зенит. А не напрягает, опять же, извечная наша российская проблема, что начинаем мы после зимней спячки? То. Что? Халк начинает после зимней спячки? Ну, не было же игр, были сборы. И че? Ну, можно будет пожаловаться в случае неудачи, что вот мы еще не вкатили в сезон. Тарфата-тарфата. Ну и хорошо, что у нас есть еще одна лишняя отговорка. Не знаю. Мы надеемся, что она не пригодится. Халк, в принципе, может Зенит на своих плечах хоть замочкнуть. На мое мнение. На своем корпусе тоже. Нам. Пробить своим корпусом окно в Европу. Вердикт я так и не услышал. Зенит фаворит. В процентном соотношении? В процентном соотношении 60 на 40. Ваня? Плюс. Плюс, плюс, плюс. Я поддерживаю предыдущего оратора. Я поставлю на Бенфику. Все-таки, мне кажется, команда по опыте в этом году, они неплохо, даже не то, что неплохо, они отлично идут в принципе в чемпионате Португалии. Они со спортингом делят первое место. И Зенит, пускай он неплохо провел этот групповой этап, но все-таки, я думаю, пока еще для них вот это предел. Выход из группы Лиги Чемпионов пока для Зенита, я думаю, что это предел. То есть, заявленная цель на четвертьфинал или даже на полуфинал прожекут? Я думаю, вряд ли, они первый матч играют в Португалии, скорее всего. Нет, первый матч в Португалии не играют. Я думаю, у них не получится там забить, и вот этого гола как раз и не хватит им. Ну, как говорится, 55 на 45, плюс 60 на 40, плюс еще. Что это? Что за математика? Ну, в принципе, все. 55 на 45. 55 на 45, все, хорошо, понял. А, я считаю, что 56 с половиной на 54. 43 с половиной. Переходим в паре Парис-Сен-Жермен-Челси. Это никакой раз уже. Третий, по-моему, подряд. Давайте начнем с того, кто фаворит в паре и дальнейшей... ПСЖ. Дальнейшей перспективой команды Чилы. Все, ПСЖ, поехали дальше, разговаривать нечего. А может, есть параллельный? Лондонцев вынесут. Не, лондонцев тут ничего не ждет. Ну, ты-то известно, что любимчик, фанат пенсионеров. Так, ну, я плюсую Ване сначала. Вот, насчет того, что ПСЖ безусловный фаворит. Прямо такая сладкая парочка. Ванечка плюсанул Русланчику, а Русланчик Ванечка. Да, мы лайкаем друг друга. Вот. ПСЖ безусловный фаворит. Это даже не оспаривается. Вы помните, что было, допустим, в 2012 году, там тоже и Барселона была безусловным фаворитом, и Бавария была безусловным фаворитом. Там все были, безусловно, не фаворитами, но что-то куда-то их фаворитизм делся, вот, в итоге. Ну, и Челси в 2019 году, собственно, взял Лигу чемпионов, несмотря на все прогнозы скептиков, которые в фронте, в общем-то, были правы, по сути. Ну, вот так вот получилось. Так, а тебе вопрос вот такой. Сможет ли Гус Хидинг также мобилизовать свою команду, собрать ее в кучку, провести с ней психологические... Даже не знаю, как назвать. Знаешь, как это называется? Это называется «Яйца в кулак». Да. Кохонес. Соберет. В кохонес. Слушай, Рома, а у них есть выбор, вот, на самом деле, по чемпионату? Да, на самом деле, терять им в чемпионате нечего. А и все, они уже... Лига чемпионов для них это приоритет сейчас. Да, но и ПСЖ, как бы, может вообще на чемпионат внимания не обращать, я тоже хочу сказать. Ну, а мы знаем, что ПСЖ в Лиге чемпионов, в общем-то, как и Манчестер Сити, частенько... Ну, они просто ее не выигрывали ни разу, но они доходили до полуфиналов, насколько я знаю, да? Точно. Да, они... Или четвертьфинал, подожди. По-моему, полуфинал был. Да, полуфинал они, по-моему, доходили. И в итоге твой... Что мой? Прогноз? На Челси ПСЖ? Я сказал уже свой прогноз. В процентном соотношении? В процентном соотношении... Блин, 80 на 20. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. У нас такого еще сегодня не было, по-моему. А хотя не, было, что... На кого-то мы поставили. На Сен-Тетьен, наверное. Да. Да нет, мне кажется, что нет, в Лондонце шансов нет фактически. Да, конечно, в чертах тоже все точно так же списывают, действительно, как в 19-м году. Но все же нет. Да, так сейчас нету никакой старой гвардии, нет ни Лэмпорда, ни Драгба, ни Бассинговой нету. И Паула Феррейра, и Кучини. Давайте еще вспомним, кто там был. Потому что даже Рамирес продали. Да, Рамирес того самого, который забивал. Чеха, который отбивал, который которому месяц так и не смог забить ничего до сих пор. В общем, ладно. Кстати, об этом мы поговорим чуть позже. У нас Аксинал Бавария, ой, по Аксилону мы. Ну, в общем, понятно, 80 на 20. 80, да. Ну, парни, я не буду, конечно, так категоричен, там, 80 на 20. Фаворит, да, ПСЖ, но, мне кажется, Челси... Извини, перебью. Я не буду столько категоричен просто. 90 на 10, да? Не, я имею в виду 80 на 20. Я, конечно, не поставлю. Фаворит ПСЖ, но, мне кажется, Челси, если они... Понимаешь, они сейчас, скорее всего, будут играть свой старый футбол, а-ля автобусом станут, и будут ложиться. Получится у них или нет? Ну, честно, я не знаю. Но, мне кажется, зададут они небольшую трепку ПСЖ, и ПСЖ будет тяжело. Потому что, если они первый матч выдадут хороший, я думаю, в принципе, в Англии они могут что-то зацепить. Но, опять же, у ПСЖ пришел Демария, и, мне кажется, вот именно с этим человеком ПСЖ может выйти в финал Лиги Чемпионов. Я даже так поставлю. Но 51 на 49. Ооо, как? Он стебется. Я все-таки, вот, выскажу вообще демиатрально противоположное мнение по отношению к вам, и поставлю все-таки на Челси. Ну, ты у нас известный этот, как этот называется. Только не матерись, не матерись. Ладно, не буду, просто промолчу. Этот. Я известный этот. Ты известный этот, да. Да. Включатель света. Включатель света в прихожей. В общем, я считаю, что Челси, вопреки всем прогнозам, ПСЖ в 1.8 пройдет. Я все-таки не знаю. Это на уровне интуиции. Я даже не могу объяснить, почему. Но процентное соотношение, кстати, 51 на 49 тоже где-то в пользу Челси. Мне кажется, в этой паре вообще все затянется вплоть до дополнительного времени. Возможно, ПСЖ все-таки, если Челси выставит автобус, то ПСЖ станет Соем. Ну да ладно. После этой шутки от нас отписалось еще где-то 100 человек, а мы едем. Мы это вырежем, я думаю. Арсенал Барселона. А что Арсенал Барселона? Там есть Чех, там есть Месси. Это интрига? Ключевое противостояние. Скайспорт любит выделять вот это вот. Знаете, Скайспорт, ключевое противостояние. Чех, Месси. Месси аргентинец, не путай. Да. Чех и аргентинец, да. А Чех, Тех. Да? Тихо, тихо. Нет, серьезно, тут у Арсенала шансов, конечно, минимально. Ну, я думаю, их еще меньше, чем у Челси. Кстати, нет. Кстати, нет. Челси-то может зацепиться, упереться на автобус. Арсенал с Арсенала станет сейчас ввязаться в перестрелку. Хотя нет, они в последнее же время демонстрируют то, что умеют играть большие матчи от соперника, а не от себя. Ну, да, ну, соглашусь. Другой вопрос, что против тройки МСН, хе-хе. Не, не, ну да, там мало что работает вообще. А как же жиру? О, да. Нет, только хороший вопрос, конечно, а что жиру? То есть ты, как еврей, ответил вопросом на вопрос, да? Нет, серьезно, а что жиру? Что жиру? Катается в жиру. Ну, так, давайте, подводим ток. Или есть у кого-то, ну, давай, Ваня, подведи итог своему спичу. 65 на 35, в мой взгляд, Барселон. 35% это чех? Да. Руслан, что, ты мне просишь проценты назвать или начать спич? Делай, что хочешь, хоть заголись и бегай там по своей комнате, главное, камеру не включи. Шансов у Арсенала нет практически абсолютно никаких, вот. Как бы категорично. Ну, не умеет Арсенал играть в автобус, это точно. Против Барселоны, я не уверен, что сейчас даже автобус работает, потому что, ну, вы понимаете. Вот, поэтому, тут я 90 на 10 ставлю. Хо-хо-хо-хо. Сурово. Сурово. Мы же забыли, как Ленджер возвращается. О, да. Мак. О, Мак Арсенала. Ну, нет, серьезно, шансов мало, но не настолько мало, как ты сказал, пожалуй. Вань, Вань, в условиях противостояния Арсенал с Барселоны скорее не Мак, а Хераман. Некромак тогда уж. Некролог. Некролог. Некрофил. Ага. Сергей, почему-то после слова Некрофил, мы передали слово Сергею. Ну, в принципе, конечно, тут не 90-10, да, шансов у Арсенала сейчас, пожалуй, с такой Барселоны маловато, даже не знаю, но они, в принципе, сейчас будут делать акцент на чемпионат Арсенал и ввязываться, к примеру, с Барселоны, у них, я насколько помню, они играют первый матч с Барселоной, потом у них следующий же тур дней через пять, и это уже игра с Манчестер Юнайтед. То есть, возможно, либо где-то будут эксперименты наподобие вот этого египетянина, они попробуют. Я думаю, с Барселоны выйдут в первом матче не пропустить как можно больше, а во втором, ну, как обычно, Арсенал умеет, там, я не знаю, бешеные два гола за первые пять минут забить, и потом ничего не хватит. Ну, я думаю, 60 на 40. Реально, я скажу, Барселону сейчас, конечно, не остановить, они на пике формы. Но, что я думаю, в этом году Барселону не выиграет Лигу Чемпионов. Потому что, когда команда зимой на пике формы, обычно идут спады при сне. Как показывает практика прошлого сезона, уж слишком хорошо они умеют проводить ротацию состава. А сейчас у них же есть еще и Туран, и Лей Швидаль. Все не так плохо. Свой прогноз оставлю. Арсеналу предельно не везет со жребием. Практически каждый год. В прошлом году только повезло, но они сами. Извиняюсь, а кто заставлял занимать второе место? С Баварией? Кто заставлял их прыгать за грибу и Олимпиакосу. Вот именно. Хотя, я скажу, Баварии тоже не сильно повезло выйти с первого места. Ну, так-то да, Ювентус. Ну, смотрите, что хочу сказать. Арсенал за долгие годы сейчас реально претендует на победу в чемпионате. Ну, не за долгие так. Ну, ну, как бы реально, я имею в виду, что... В этом году могут выиграть вот четыре команды, которые в первой четверке любая может выиграть. Нет, нет, Манчестер Сити не может выиграть. Они не выиграют чемпионат. Это точно. Есть три претендента на чемпионство. Это Лестер, Тоттенхем и Арсенал. Арсеналу еще нужно очень сильно постараться обойти Тоттенхем, потому что это принципиальное все-таки соперничество, куда... как ни крути, вот, и от этого никуда не денешься. Поэтому я хочу сказать, что вот именно вот в этом году, в этом сезоне точнее, Арсенал может воспользоваться тем, что АПЛ дико лихорадит. Арсенал по сезону, как обычно, идет неровно, проигрывает необязательные матчи, но это с ними происходит всегда, как обычно, ничего нового. Именно вот с такой игрой они даже в этом сезоне могут побороться за чемпионство. Поэтому нет необходимости как-то оставлять себя всего на поле, там, на наукамп, выходить, биться до смерти, терять там Кокленов и прочих ребят, которые могут им помочь усилить состав в чемпионате. Если не оставлять всего себя в матче на Фарселоне, то мы видели, что был с Валенси. Да, ничего страшного. Получить полную огонь. Ничего страшного, пускай будет. Ну а как же Чех? Чех? Или вы думаете, Месси не забьет, а забьет Хитрисуаров? А пускай он забьет один не принципиально. Раз уже забили, то все. Чуть-чуть подытожу я. Все-таки кратко считаю, что у Арсенала мало шансов пройти в Арселоне. 30 на 70. Идем дальше. Еще одна мега интересная пара, это Ювентус-Бавария. Иван. Европейская классика уже, конечно. О, это будет очень интересно. На мой взгляд, я не вижу здесь ни одного фаворита, пусть какая бы ни была мощная Бавария. Ювентус сейчас читер. у него просто какая-то сумасшедшая серия. Побеждает. Да, он просто всех рвет. Интересно, конечно, будет посмотреть на их схватку с Наполи вот в эти выходные. Может, кстати, сяду посмотреть. Я не вижу здесь фаворита, честно. Это будет просто заруба и очень жаль, что такие два клуба встретились уже на стадии. Я так понимаю. просто мне кажется, матч будет напоминать прошлогодний, когда Ювентус играл с Реалом в полуфинале. Ювентус будет на каждом участке поля в Баварии давать. На самом деле, мне немного обидно, когда играет Арсенал, Барселона, Бавария, Ювентус, а параллельно идут матчи типа а-ля Бенфика, Зенит и Гент, Вольсбург. Блин, ну, не так же рано звонить такие команды. Я понимаю, что слепой жребий, но когда три... там Вольсбург занял первое место в группе с Манчестер Юнайтем. Ну, вот я тебе говорю, что по идее, ну, вот если мы говорим о том, что вот Гранды и все такое, то Гранд, выходящий из этой группы, должен был быть именно Манчестер Юнайтем. Но он не вышел. И была бы пара Гент в Манчестер Юнайтем. Ну, хотя бы там. Вчера. Что уж там. Нет, я просто не хочу на другое. Ничего. Поведай нам свою. Жребень не слепой. Кто первая против второго? В чем проблема? Поведай нам свою. Ну, скажу так. Обидно, что либо Ювентус, либо Бавария выйдет автократ. Пожалуй, так. Но все-таки, наверное, поставлю на Ювентус. Причем, мне кажется, здесь может быть даже преимущество не в один, а в два города. Мне кажется, Ювентус будет в контратаку побегать от Баварии. А Бавария мне кажется, упрется в Ювентус и ничего не сможет сделать. Прямо такого разумительного. Вот в Италии матч первого в Италии же. Я не знаю. Ром, в Италии они играют? Или наоборот? В Италии. Мне кажется, вот первый матч очень будет жестко, но Ювентус выиграет преимущество в два мяча даже. Сейчас меня съедят. Ой, да, не зарекайся, конечно. Не знаю, зачем ты такие смелые прогнозы сделаешь. Вань, в процентном соотношении 50 на 50, как я... У меня нет никого фаворита, да. 50 на 50. Окей. Пускай будет 55 на 45. Пользу. Ювентус пройдет. Руслан, твоя очередь. Да, Ювентус, Вария. Ой, не знаю, не смотрю эти команды в чемпионатах. Ой, поэтому просто из-за того, что из-за недостатка знаний, из-за недостатка... Ну, вы поняли. Я тоже придерживаюсь нейтральной позиции и поставлю 50 на 50. Что ж, тогда я свой небольшой спич начну. Мне кажется, что Бавария при Гвардиоле со времен Хайнкеса, это мое уже давнее мнение, шаг вперед не сделала. Мне кажется, она своего рода топчется на месте. Конечно, Бундеслиге ее преимущество очевидно, неоспоримо, незыблемо. Но в Лиге чемпионов, когда команда сталкивается уже два розыжа подряд с весьма серьезным соперником в виде Барселоны или Реала, то садятся мюнхенцы в лужу. Не знаю, как будет с Ювентусом, все-таки стиль игровой у туринцев, у старых сеньоров несколько отличается от испанских грандов, но легко Баварии не будет. Я думаю, скорее всего, все-таки в этом противостоянии Бавария пройдет дальше, 45 на 55 в пользу Баварии, с небольшим, как видите, преимуществом, на мой взгляд, но опять же, Гвардиола вместе с Баварией Лигу Чемпионов не выиграет. Я так считаю, это уже более далеко идущий прогноз. Но это я согласен с тобой. А Санчелоти, да, но это уже дела будущих розыгрышей. Итак, переходим дальше. Давайте тогда поговорим о паре Рома-Реал-Мадрид. Занятно. Занят мне, кстати, пара, потому что Рома сейчас сменил тренера, Реал сейчас сменил тренера, относительно оба недавно. Мне кажется, дома Рома вполне может зацепиться за ничью. Первый матч, мне кажется, будет во многом решающим. Рома, если не уступит, то она сможет доставить проблемы Реалу. А Рома по чемпионату как идет? В последнее время так. Но ты думаешь, если уволили Руди Гарсию, то все было у них зашибись? Нет, в принципе, нет. Спалетти пока не нащупал, мне кажется, те нити. Ну как сказать, они уже три игры подряд выигрывают. В принципе, вполне более-менее уверенно. По сути, проиграли только Ювентусу при Спалетти. А кто не проигрывал Ювентусу? Как бы не сказать, что было все так плохо, не сказать, что сейчас так прям все хорошо. Нет. А вы не подскажете, кому Рома проигрывал со счетом 7-1? Я что-то забыл. Ливерпуль, Манчестер. Манчестер? Да. Когда это было? Что-то я... У меня... У меня провалы в памяти. Очень давно, я помню 7-1 связанный с Ромой счет, да. Наверное, это и есть Манчестер. Мне почему-то казалось, что все-таки испанская команда, но я, как всегда... Не, Рома, это в этом году они в Барселоне пролетали где-то 6-0 или 5-1, что-то такое. Ладно, не суть. В общем, если Флоренция саданет опять в центр поля и попадет за Шиворот, на ус будет верь. Нет, это не Баварии в прошлом сезоне влетели. Так, вердикт, Вань, прогноз? Ну, Реал. Реал 60 на 40. Хорошо. Руслан? Реал 65-35. Все, ты краток? Ну, Реал хороший. Зидан, Зидан мотиватор. Вот. Зидан, Зидан мотиватор. Зидан, я считаю, что Зидан может подальше до полуфинала где-то довести. Вот. Зидан может дать необходимый заряд энергии. Заряд. Вот. И довести, ну, помочь Реалу дойти даже, наверное, ну, до полуфинала. Я ставлю, что они дойдут до полуфинала, но может даже могут замахнуться на финал. Это мое мнение, потому что Зидан, я, ну, я считаю, это мое мнение, что в 2006 году финал сборной Франции вывел Зидан и тренировал сборную не Раймон Доминек, а Зинедин Зидан. Раймон Доминек увлекался в это время активно астрологией. Да, да, да. Кого он там, Скорпионов не брал, да? Не помню. Или Стрельцов, или Скорпионов. Процентное соотношение? 65 на 35. Вот такой вот очень четкий прогноз от Арсумана. Сергей? Ну, я тоже думаю, что Реал практически, мне кажется, шансов-то не будет у Ромы. 70 на 30. Все-таки, мне кажется, так быстро с Палетти не может прийти и все перестроить. Мне кажется, просто даже Реал без Бейла, грубо говоря, на одной ноге, но пройдет Ром. Просто сильнее сейчас, на данный момент. Я согласен. С Сергеем даже не буду ничего дополнять. Поехали дальше. Дальше у нас Динамо Киев Манчестер Сити. Динамо там, кстати, разрешили провести матч при зрителе в Киев. Вот такое вот известие. Мне кажется, я и от Луре этому и рад. Ему нравится выступать. Ну как, не то что все равно, с Митрови мегавил. Женая порция уханья в сторону Туре. Так, чисто ради мести ради. Африка его тоже не любит. То, что приз не дала в пятый раз подряд. Да, когда он обедный, обиженный, когда негров никто не любит. Да. Ну, никто, никто. Ну и в Сити в принципе сейчас все нехорошо. По игровой составляющей мало жертвов. В общем, хочу сказать, Сити очень неправильно руководство Сити сделало насчет Гвардиолы. Вот. И это очень сильно. В целом ты считаешь? В целом, нет, в целом правильно. В целом назначение Гвардиолы это правильно. Правильный шаг, но неправильный. Объявление сейчас вот именно. Понял. Это может очень сильно сказаться на всем сезоне. Очень сильно. И на Лиге Чемпионском противостоянии. Динамо Киев это команда. Будем забывать, что они все-таки участвуют в 1-8, они вышли из группы. Это тоже о чем-то говорит. Поэтому я не стал бы отдавать предпочтение Манчестер Сити. Туре уже вообще неизвестно, во что играет. Понятно. Нет. непонятно, что он делает на поле. Он не забивает почти раз в год там выдаст какой-нибудь шедевр голевой. Но и на этом все. То есть за собой команду он уже не тащит, как было и годы. Ну не знаю, что сказать. 50 на 50. Один раз в год Туре забьет. Кстати, Динамо Киев вышел уже из группы с Челси. У них нет Дебрюйна, ты не забывай об этом. Минус Дебрюйна. Не стоит сейчас... Компании возвращается, если он сейчас не порвет опять там себе что-нибудь. Мы поняли, что это реально какой-то старик от мира защиты. А это вполне стоило ожидать, потому что компания еще со времен Гамбурга страдал от различного рода травм, постоянных притом, хронических я бы назвал. Поэтому, когда его подписали в Манчестер Сити, это уже был заведомо риск. Это хорошо, что он вообще какие-то серии игр выдает. Даже целый сезон у него был. Я думаю, он не вернется в свое время на преф-ниурой. А так еще стоит радоваться, что он все-таки выздоравливает. Ну ладно, 50 на 50 я погорячился, наверное. Давайте, пускай будет 60 на 40. Чью? Пользуй Манчестер Сити. Отлично, Сергей? Ну, ребят, скажу так, осенью я бы я спокойно рассказал, что Манчестер Сити явный фаворит этого матча. Как уже сказали, ну да, Деврене, по сути, дело в этом сезоне вытаскиваем. Я думаю, он бы вытащил. Но все-таки там такой состав, такие игроки собраны, что все-таки, я думаю, Динамо Киев шансов. Ну не то, что немного поборются, я думаю, в первом матче будет борьба, но приятный Техат. Там, конечно, надо календарь смотреть, как они игры между собой, но я думаю, 65 на 35 в пользу Сити. Хотя, кто знает. Нет, все-таки, наверное, Сити. Явный фаворит этого матча. Пускай даже в борьбе из Динамо Киев. Все-таки, учитывая Динамо Киев, они обогнали, грубо говоря, забежали в последний вагон с Порта. Ну и Челси у них был крупный. Челси по этому сезону вывели. И Маккайев, который там он накидал в тот пределение. Все-таки, я думаю, Агуэнера, Сильва, может, звездный дебют Стариджи, ой, Стариджи, Стерлинг, заставить забыть нас о Динамо Киеве. Процентное соотношение? 65 на 35. Отлично. Придерживаюсь каких-либо излишних радужных прогнозов относительно перспектив Динамо Киев. Поэтому считаю, бой они, конечно, дадут, особенно дома, мне кажется. Но пройти дальше Динамо к сожалению не смогут. 60 на 40 в пользу Манчестер Си. А что будет дальше в четвертьфинале, думаю, на этом горожане и ограничатся. Стадия 1-4. Не, ну, Ром, то он зависит, конечно, от жеребьевки, если он попадется в Ольцбург. А какая нам жеребьевка? Ну, вот давайте, кстати, перейдем к Генту с Вольцбургом. Я вообще не уверен, что Вольцбург дальше пройдет, потому что у них ужасная серия матчей в Бундеслиге. Они скатились на 8 место. Не знаю, хватит ли у них каких-либо моральных, скажем так, сил для того, чтобы обскакать идущий по ходу этого сезона на Кураже Гент. Кстати, из группы тоже хорошо Валенсия вообще ходячее пособие о том, как не нужно играть в футбол. Как не нужно управлять клубом. Да, вообще, как не нужно жить. Слушай, парни, буквально немножко о Валенсии скажу. На самом деле, у них же вот проект наподобие сейчас вот Порту и Бенфики. У них в прошлом году был очень, даже не в прошлом году, там у них уже лет 5 был очень классный спортивный директор. Он, в принципе, заведовал всей молодежью у них и потом его назначили параллельно еще главным скаутом. Он поднял всю молодежку у них и накупил вот эти все игроки, которые покупались, это все было через него сделано. Но пришел, когда выбрали Гарри Невилла, уточнее даже не то, что Гарри Невилла, в начале этого сезона ему поставили ультиматум и поставили жесткие рамки. Ну вот этих мы не будем брать, этих не будем продавать. И он плюнул на это все и он ушел, я вам сейчас скажу, даже не могу сказать, он ушел в региональную команду типа Ибицы и сказал, что он ее пойдет поднимать. Я вам наполню. Фамилию, ну, кому интересно, может в интернете погуглить. Действительно, парень за два года поднял от нее молодежку и вот этот прошлогодний выстроил их, то, что они попали в Лигу Чемпионов. Вот этих всех игроков, которые он покупал и продавал, все было через него. То есть там тренер даже не лез туда. Ему удавались, чтобы... А в этом году он ушел и, в принципе, в команде начался просто... Я не знаю, как можно поставить аналитика главным тренером. Креспа все сказал правильно, кажется. Ну, не знаю, на самом деле аналитик, не аналитик, это вопрос другой. Просто не у всех получается, я вот хочу сказать. И непроверенных людей точно не надо ставить. Притом и ехать не имею опыта серьезного тренерства за спиной в другой чемпионат, где вообще другая футбольная культура, другое понимание культуры, и вообще не зная в целом специфики местного чемпионата, даже несмотря на то, что ассистентом в Валенсии работает брат, Фил. Слушай, а может быть это ошибка, потому что ассистент не тот, кто в клубе, кто знает чемпионат, а ассистент по сути дела тоже новичок. Почему? И он раньше приехал. Ну он год, да, по-моему, поработал. Он уже работал. Ну год. Принон он. Принон он. Ну по сути дела встретились два новичка, то есть я уверен, что у Зидана в помощниках какой-нибудь... Ну то есть как делал Маурини он приходил в новый клуб, он брал в себя проверенного человека, который знает чемпионат, который знает команду, которая его быстро ведет в курс дела. Тут ты приходишь, у тебя брат, который сам год работает, который сам у тебя спрашивает и который, в принципе, останется, даже если ты уйдешь. Ты понравился? А я все равно останусь, а ты крутись, как раз. Погоди, я тебе покую. Такой, представляю, звонок фила, когда у Луни. Братишка, я тут тебе Валенцию принес. Я вот не понял, почему мы на Генте с Вольсбургом начали трудить про Валенцию, вы мне скажете или нет? Потому что Гент вышел из группы с Валенцией. Как нас занесло-то? Давайте опять еще про Рапид поговорим. Ну в общем, Вольсбург в хаварит. Тут я скажу свое. Вот, скажу прогноз, там 70 на 30 пускай будет. Ого, что-то ты очень смелый, я тебе скажу. А потом мне говорит, что я резко даю прогнозы. Ваня, Ваня, выключи пылесос. Все, Гент. Слушай, ну тут знаешь, как сошлось? Вольсбург этот сезон валит откровенно, команда вроде неплохая. Гент наоборот, он в чемпионате у себя идет неплохо, прошел лигу чемпионов хорошо, но там, по сути дела, собраны неизвестной личности. Давай 51 на 49 по пенальти. Интересной личности. Ну-ну, дальше давайте. Все? Сережа закончил свой? Да-да-да. Я не знаю. А я поставлю на Гент. Потому что Гент более уверенно выглядит. Мне кажется, в 1-4 им пройти при таком Вольсбурге по силам. И мой вердикт 50 на 40 в пользу Гент. 50 на 40? 60 на 40. Математика, отбывая. 60 на 40. Ну давайте дальше. И последняя пара ПСВ Мадридский Атлетик. Иван? Ну что, ПСВ? Кто-кто-кто у нас тут эксперт по Эре-дивизии? ПСВ Атлетико. Боевая пара, не знаю. А, ну хотя бы Атлетико. Погодите. Погодите. Да. Все? На этом твой комментарий. Ну, давай Исчерк предварительно. 63 на 37 в пользу Атлетико. А, как бы, не знаю, в Атлетико слишком хорошо выглядит в чемпионате. Слишком крепкая оборона. Они умеют решать такие задачи, мне кажется. Руслан? Что? Да. Я сразу скажу, прогноз 95 на 5. Вот. Конечно, мы пользуем ПСВ этого. Ну, разумеется, да. Атлетико это не Манчестер, Атлетико это не Манчестер Юнайтед. Вот. Они не позволят с собой сделать то, что сделало ПСВ. Вот. И Симеон Симеон это не Вандал. Вот. Ключевой фактор. Согласен. Я тебе знаешь, какую истину открою? Ну-ка. Кроме Ван Гаула никто Ван Гаулем не является. Да, согласен. Матима его детей. И жены. Да. Ну, в общем, Атлетико хорош. Я очень симпатизирую эту команду. На самом деле моя любимая чемпионат Испании. Вот. И однозначно проходят они ПСВ. Вообще без шансов. Вот. Там как от обороны не играй, ничего не получится. Атлетико и не таких ела. Все, я сказал. Все? 95 на 5? 95 на 5. Отлично, Сережа. Слушай, ну тут даже говорить, я думаю, тяжело о чем-то. Атлетик, ну, действительно, хорош по сравнению даже пускай Атлетико. 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 Хорош. Даже по сравнению с ПСВ, который идет лидером у себя в чемпионате, но все-таки не стоит забывать, что это голландское первенство. Не в обиду. Атлетик, все, обиделся, Атлетико долгое время шел первым в чемпионате Испании и даже с такой Барселоной. Да не, просто объективно, но Атлетико сейчас сильнее. Я думаю, 70 на 30. Хорошо. По поводу ПСВ. Да, они идут первыми в чемпионате. У них сейчас неплохая серия. После зимы особенно напрягает немного то, что они вылетели из Кубка. Так обидно. Утрех 1-3. Хотя матч я, конечно, не смотрел, но вполне вероятно, что они просто забили на него. Мне это почему-то кажется. Типа мстишь за Аякс? Нет, почему? Просто для них более актуальным является как раз Лига Чемпионов и борьба за чемпионство в аэродивизии, нежели Кубок. Слушай, но могут они Лигу Чемпионов отодвинуть и поставить во главе чемпионат Голландии, чтобы выиграть? Ну, чемпионат они уже выигрывали, а в Лиге Чемпионов они давненько не были. Хотя на самом деле для них одна восьмая для них уже хорошее достижение. В целом, конечно, с учетом неудач голландских клубов в последнее время для Голландии было бы выгодно, чтобы ПСВ прошло как можно дальше, набрало как можно больше очков, но будем реалистами. не такой уж серьезный уровень у Эндховенцев. Мне кажется, что в группе они вообще играли для голландского футбола в группе Лиги Чемпионов неестественно, то есть отталкивались от соперника преимущественно, что и принесло им, кстати, результат, в отличие от того же Аякса, который всегда будет играть от атаки и получать из-за того, что у него не очень неподходящий подбор игроков. В чем причина этого? Это в отдельном подкасте можно говорить о основном юность футболистов. Ну да ладно, не буду про Аякс. ПСВ тоже довольно незрелый состав, чтобы играть первым номером и навязывать какую-либо борьбу атлетика. А чтобы отталкиваться от атлетика, мы все знаем, что матрасники сами в таки играть вторым номером, не первым. Поэтому шансов особых у фермеров, у крестьян нет. Я считаю, что выиграет атлетика, более матерая, более тертая команда, нежели сырой, как и весь чемпионат Голландии ПСВ. Поэтому 65 на 35 в пользу Мадридца. Все. Усю? Мы, в общем-то, подошли к концу. Мы переходим к финалу. Давайте, не знаю, такой экспресс блиц. Не знаю, экспресс блиц, это я, конечно, выйду. Экспресс мнение такое. Кто выиграет Лигу Европы и Лигу чемпионов, на ваш взгляд? Ваш самый явный фаворит. Иван есть такой? Руслан? Ну, что-то дебильный какой-то вопрос задаешь. Ну, давай, пускай Лига чемпионов Барселона, а Лига Европы кто у нас там участвует? Барусия. Отлично. Сергей? Хухухухова, ну, давай так, в финал Лиги Европы будет Манчестер Порту, Порту выиграет, а Лига чемпионов ПСЖ Бавария, Бавария. Иван? Я думаю. Ты думаешь? Севилья? Опять? Сколько можно? Да, это что-то борщ, по-моему. Ну да, пускай Барселона. Отлично. Что касается Лиги Европы, то мне кажется, почему-то, что тремя фаворитами являются Ливерпуль, Барусия и Наполе, но на мой взгляд, Барусия тоже соглашусь. Кто там сказал Барусия? Я сказал Барусия. Ты сказал Барусия. Молодец, я с тобой согласен на этот раз. Что касается Лиги Чемпионов, то здесь у нас он сложнее. Хо-хо-хо-хо-хо. Неужели опять Барселона? Мне кажется, Барселона будет в финале, но она кому-то проиграет. Мне бы даже хотелось видеть финал Барселоны-Реал-Мадрид. Не знаю, как по сетке такое возможно вообще. Было бы эпично, конечно, если бы Реал взял Лигу Чемпионов Зидану. Это чисто прогноз не от головы, а от сердца даже. Хотя я не являюсь болельщиком сливочных. Но Зидан нравится всем, я думаю. Да, Зидан нравится всем, поэтому я поставлю на Реал Мадрид. На этом, собственно, мы сегодня и закончим. Спасибо, что дослушали весь этот поток бреда и словесной воды, словесной каши до конца. А вообще мы планировали записать трехсекундный подкаст по просьбам наших верных слушателей, особенно из числа болельщиков в Кубани, но опять растянулось все на бог знает сколько. Надеюсь, Марк это все удачно порежет наш монтажер. Надеюсь, что очень красивую анонсную картинку сделает наш модератор оформитель Камран Ильев. Спасибо ему большое за его работу. Спасибо Марк, который сегодня пошел спать. С вами сегодня были Иван Жаринов, Руслан Рахим Кулов. До свидания, ребятки. Сергей Малашенко. Всем пока. И Роман Билинский. Спасибо вам большое еще раз. Подписывайтесь на нас на SoundCloud на наш блог YoungWarriors на sport.ru Вообще на наши блоги. Всего вам доброго. До новых встреч. Редактор субтитров